Привет, друзья! С вами Джама, и добро пожаловать на мой канал Jumking Donuts! Сегодня будет видео Vlog Talk, точнее я буду разговаривать прямо с камерой, точнее прямо с вами на определенную тему. Тему я выбрала, называется «Как я изменилась за два с половиной года?» Ибо же «Какова моя жизнь в Штатах?» Да, вот такие вот вопросы. И тем более, мне кажется, многим интересно, у меня очень много вопросов, типа «Как ты там поехал в Америку?», «Как это у тебя получилось?» Или же «Какова живется?» Ну, много вопросов, я примерно по ходу дела отвечу на эти вопросы, и вообще хочу рассказать, насколько я изменилась. Потому что те люди, которые меня знали, мне кажется, три года назад, либо же два с половиной года назад, сейчас меня вообще не узнают, потому что, может быть, есть та еще Джама, но я лично вижу, насколько другая сторона изменила меня. Изменила как бы не только изменила с внешностью чуть-чуть, да, я изменилась еще взглядами, получается, взглядами на жизнь, ценностной ориентации, у меня уже разные перспективы, я вижу, что важно уже, а что не важно, либо же мои стереотипы полностью изменились. Вот именно стереотипы, которые были раньше, которые внедрили меня, получается, с самого начала моей жизни, получается, я изменилась, получается, убрала все свои стереотипы. И хочу об этом поподробнее вам рассказать. Итак, конечно, в первую очередь хочу рассказать, как я вообще сюда переехала, как так получилось, что я уже здесь живу. Я вообще приехала временно. Так получилось, что мы приехали по контракту поработать и офигенное лето провести. Но была цель такая. В первую очередь я хочу рассказать мою контрактную работу, с которой очень хочу поделиться. Я была прэп-куком. По контракту я, по идее, была как бы официанткой просто, да, но оказалось, что я прэп-кук. Я вообще не знала, кто такой прэп-кук. Я думаю, давай, я беру эту работу. Пофиг, беру. Я, получается, взяла эту работу, когда мы приехали в ресторан. Ресторан, конечно, шикарнейший был. Наш контрактор нашел один из крутейших ресторанов, конечно, там, где пляжи. Там были крабы, там были все морская еда, в общем. Короче, Алина, моя подруга, стала нормальной позицией, где она, получается, с людьми работает. А я, получается, на кухне. На кухне и то утром, когда людей нету, я, получается, подготавливаю им все вот эти ингредиенты, потом они готовят. Если честно, я чуть не заплакала. Я такая, я, я, я прэп-кук. А там был шеф, его звали Джимми. 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 Он был поваром, шеф-поваром. И он был босс, и он был шеф-повар. Он был реально крутой, как в фильмах, знаете, стоит, получается, как маринеток держит всех, как бы кто-то жарит, кто-то крыл делает, кто-то это делает, и он, получается, просто говорит, да, кордер, на-на-на-на-на-на-на-на. Ну, это, получается, одна часть кухни. Другая часть, там, где я, люди, как я, сидят, чистят шримпы, подготавливают салаты, делают пироги. В общем, я на такой работе работала. Эта работа была для меня в первое время очень сложной, потому что я работала 8 часов. Я в первую жизнь поняла, насколько можно тяжело работать и засыпать от усталости. Это была моя первая, одна из таких реальных, мне кажется, работ, потому что я никогда в жизни такой работы не имела, где требуется реально труд, и потом трудом заработанные деньги. Я действительно там по 8 часов в день работала, работала, как бы, от всей души. И когда я получила свой первый пейчек, я его обижала. И вот, и мы, получается, в течение трёх месяцев мы работали в такой работе. И вот, когда мы работали по контракту в такой работе, я встретила своего мужа. Мой муж вначале был моим лучшим другом. Он, как бы, он русский, но вырос здесь, в Америке. И, получается, он нам очень помогал, помогал, как бы, разбираться иногда, например, опоздаем работу, он, например, разговаривал с ними. Как бы, он был большим поддержкой вначале, моим лучшим другом. Он всегда ознакомил нас с новыми местами, показывал нам эти, как бы, города. Ну, в общем, он был моим самым лучшим другом. Мы с Виталиком уже начали, как бы, как бы сказать. Мы поняли, что мы очень нравимся друг другу. И начали влюбляться. Как бы, конец уже каникул, уже мне нужно возвращаться. Мы почувствовали любовь и уже начали встречаться. И уже время, думаю, уже время возвращаться в Кокистан, потому что по контракту. И в это время муж мне сделал предложение. Да, мой муж сделал мне предложение, от которого я не знала, сказать да или нет. Ну, конечно, я сказала да. Кто не скажет так, когда кто-то предлагает тебе замуж. Вот, я сказала да, и я, получается, решила остаться. Остаться, и мы в тот же день пошли сдавать, как бы, эти... Подумали, что мы свадьбу сделаем потом. Но потом решила, что мои родители пока не могут. Дела, дела. Потом мы перенесли вообще на год. Потом еще на год. Потом только через два года сделали свадьбу, вот, недавно. Вот, вот такая вот история, как я осталась вообще здесь. И, как вы видите, это все из-за моего мужа. То, что я теперь здесь живу. Может, это отдельная тема, насколько я сейчас изменилась. Итак, перейдем. Какова жизнь в Америке? В первую очередь, я вам скажу, если у тебя английский хороший, даже суперский-суперский, все равно у тебя будет в начале трудности быть sociable. То есть, быть немножко разговорчивым. Потому что ты же не разговариваешь, пешки, какие поставлены по-английски. Так что все равно у тебя будет, даже если ты будешь понимать, у тебя будет такое замыкание говорить, отвечать. Но это привыкаешь. Обычно требуется всего лишь два месяца, чтобы быстренько отвечать, понимать, что говорит. Я помню, когда я в первой работе работала, я вообще не понимала, что он говорит. Шримп! Шримп! Е-е-е-е! Такое, е-е-е, I'll do it! Или там скажут там микс-микс! Я такая, а, я знаю слово микс. Смотрите, даже у меня английский скилл нормальный, но я же кухни не изучала. Я не изучала, что такое, например, horseradish. Я не изучала, что такое split shrimp. Я не изучала, что такое, например, что это было? Sour cream. Я не знала, что такое sour cream. Теперь знаю. Вот, sour cream, это почти что сметана. Хочу теперь поговорить об определенных изменениях в моей жизни, почему я изменилась, да. Я, например, если честно, живя среди людей, которые только по-английски разговаривают, у меня, если честно, вокруг нету ни каргизов, ни русскоговорящих. Как бы, есть русскоговорящие, это мой муж, но мой муж предпочитает как бы читать что-то на английском. Разговаривает по-русски, но больше как на английском думает, на английском все. И мы, получается, мы перемешиваем, разговариваем русский с английским, и мы постоянно так шутим на английском иногда. И из-за этого у меня я начала чувствовать, что я изменилась, что я теряю свой русский язык. Смотрите, человек, который ходил на олимпиады по литературе, человек, который ходил по-русскому в олимпиаду, смотрите, я уже свой русский теряю. В общем, я начала терять свой русский. Про кыргызский вообще молчу. Я по-кыргызски могу, но у меня броня... Начинается русский язык. Даже я с папой разговариваю. Кандая хзам! Дяши! И у меня... Пап, как у вас дела? В общем, у меня кыргызский есть, но мне немножко нужна практика. Я должна быть чуть-чуть в среде кыргызов, я пройду в себя. Но так как вокруг меня кыргызов нету, я только по-русски говорю и на английском. Так вот, это одно из мнений, что я теряю свой русский. Вы даже, наверное, замечали. Я и некоторые слова на русском, я забываю, как они вообще звучат, как они вообще произносятся. Я некоторые редкие слова очень быстро забываю. И, как говорится, я об этом не страдаю, если честно. Я не говорю, о май гад, я русский забыла. Потому что я больше концентрирована на английском. Я хожу на работу, там, где друзья мои на английском говорят, всё на английском. Я хочу сейчас больше выучить английский, чтобы выражать моё мнение, моё, как бы, любое высказывание, на английском очень чётко, красиво, нормально, в общем. И как бы иногда, например, я слышу критику, как бы ты вот так сказала, ты вот так сказала, и прям... Если честно, я их понимаю, я точно раньше так критиковала, если кто-то скажет по-русски что-то не то, у меня просто это стереотип, мне кажется, можно сказать, стереотип. Если ты по-русски не умеешь разговаривать, то ты всё. Но я изменила об этом свои взгляды. Если ты не умеешь разговаривать по-русски, это не означает, что ты человек-мусор. И это, мне кажется, относится к тем людям, которые... Это, мне кажется, одна из моих ошибок. Я раньше, когда жила в Бишейке, я думала, если ты как бы запинаешься говорить по-русски, либо же делаешь ошибки, ты уже начинаешь смотреть так, типа, ты не умеешь разговаривать по-русски. Если честно, я очень изменила об этом свои взгляды. И жалею об этом, потому что я так думала, если ты не умеешь разговаривать. Я просто, оказывается, смотрела, как он говорит по-русски. Нет, посмотреть на человека, как он есть. Потому что у каждого, у каждой личности есть свой характер, какой-то образ, насколько он хороший человек или плохой человек, насколько он, как бы, развитый. У каждого есть своё personality, личность. И, мне кажется, сейчас я больше стала, например, людей... Как бы, смотреть на людей не только, как он разговаривает или как он одевается. Я больше уже начала ценить в людях, какой он вообще человек, какие у него ценностные ориентации, что он ценит в жизни, или на что он предан, и что он реально... Какой он вообще человек, какой он друг. Я, например, у меня было столько друзей, и я раньше, оказывается, реально, можно сказать, не то, что по одёжке выбирала, то я просто думала, о, крутая девчонка, подруга, давай. Ну, типа, мне было пофиг, я не особо, как бы... А сейчас из-за многих моих experience, это означает, из-за моего опыта в общении с людьми, в выбирании друзей, я теперь знаю, как выбирать. Не то, что выбирать, а с кем общаться, а с кем не стоит уже общаться. И уже столько опыта, потому что есть люди, которые были друзьями, уже не друзья, и которые говорили «друзья» прям на весь мир, а в нужное время уже не друзья. И я-то поняла, это... Друзей, оказывается, бывает очень мало в жизни, и нужно тех людей, нужно некоторых просто исключать из своей жизни, потому что если они тебя тянут вниз. Ещё один взгляд, который я изменила, живя в Америке, это... Мне сейчас 23 года. Я точно знаю, если бы я жила в Кыргызстане, я бы чувствовала бы себя старой девой, либо же... Ну, если бы я не была бы замужем, я бы чувствовала себя старой девой, либо же, о, нужно же детей делать, либо же, о, боже, мне этот... Ну, как говорится, у меня что, в Бишкеке были такие... Такой вариант моей жизни. Хожу в школу, заканчиваю университет, выхожу замуж, нахожу там левую работу, рожаю детей, и всё. У меня был такой стрейт, прямой взгляд на жизнь, такой, всё, и больше как бы другого варианта жизни я не видела. У меня был туннель такой, что я через это должна пройти, и всё. И это не то, что меня это как бы... Меня так растили, или... Это не из-за этого. Это из-за того, что окружающие люди тоже так думали, из-за того, что все думают, и ты тоже начинаешь так думать, думать прямо так. Так, университет, выйти замуж, делать детей, работа такая, и всё. Домашняя работа. Готовить, готовить, посуду мыть, посуду мыть, приводить в порядок, делать ремонт. Ну, короче, обыденное, как бы, обычное дело. Вот с таким вот вариантом жизни я раньше жила. А сейчас мне 23 года, я здесь живу, так как люди окружающие меня думают, что 23 года — это самый молодой, как бы самый тот момент, как бы тот сахар в твоей жизни, когда ты на рассвете сил. И все думают так, и ты начинаешь себя чувствовать так. Я лично чувствую на работе супер-супер, как будто я тинейджер, как будто я подросток вообще, так как я самая молодая, и меня думают, ты вообще маленькая. Я когда говорю, что я замужем, вообще офигевают. Ты замужем. Вот, 23 года в Америке, это ты самая молодая, самая-самая, на рассвете сил, у тебя всё впереди. Но выходит замуж вообще в Америке где-то с 28 годом, 25. Ну, с 25 уже начинается, выходит замуж. А так 23 — это самое молодое время. Ещё одно изменение, которое здесь в Штатах меня изменило, это, наверное, мой муж. Мой муж очень-очень крутой мотиватор, он супер моя поддержка, который видит все мои таланты, или мои плюсы и минусы. Когда минусы скажут мне в лицо, и самое главное, когда он критикует меня, я принимаю нормально. Это единственный человек, которого я принимаю нормально. А вот когда он мне... Самое главное, как он умеет меня мотивировать, то же самое, как создать YouTube, как этот... Это всё Виталик. Это... Он... Это то, что Виталик меня поддерживал. И Виталик меня ещё научил то, что нужно очень много работать ради того, чтобы добиться успеха. И просто так от лентяйства ничего не добьёшься. Я, если честно, когда я работала в Кыргызстане, почему-то я всегда была... Не то, что была я работала, но быстро сдавалась. Например, какое-то... Какое-то падение я сразу сдавалась, я уже не хотела этого делать. Если, например, не видела как бы процесса, не видела уже... Если я не видела прогресса, я быстро сдавалась, я уже не хотела уже делать. То же самое, когда мы работали в программе Борсошки. Я вначале была очень-очень как бы вдохновлённая, я мотивированная была, уже хотела работать. Но так как мы должны были зарабатывать деньги, как бы договариваться с разными компаниями, делать рекламу с нами, и я видела, что никто не хочет работать с этой компанией, с нашей программой, я быстро сдавалась. Я быстро сдавалась, Типа, кто не хочет с нами работать, значит, я не хочу И я быстро сдалась, я уже не хотела, я уже лентяйства, я уже не знаю, я была постоянно лентяйкой Мне кажется, если бы я не мой муж, я бы осталась бы такой лентяйкой Просто, видите, я живу с мужем Муж у меня трудолюбивый, он постоянно любит работать и не останавливаться Даже будет столько падений, он будет до конца, пока не добьется хоть одного прогресса Когда видишь человека рядом, рядом такого, который без остановки работает и добивается успеха Когда видишь, что он реально добивается этого И ты начинаешь верить, оказывается, реально, просто требуется чуть-чуть терпения Требуется немножко побольше сил, требуется немножечко усилий И ты добьешься всего, что ты хочешь И какие-то маленькие успехи в моей жизни не было последние 20,5 года Это все из-за моего мужа И, конечно, из-за меня, потому что я сильно работала Я просто говорю, что меня он мотивировал и давал, как говорится, пинок под жопу Конечно, я хочу вам рассказать о моей свадьбе На моей свадьбе я поняла, потому что я два года не видела своих родственников Я поняла, насколько я сама изменилась Я уже, оказывается, совсем уже взрослая Я уже такая, официально представляла уже другую семью И когда они приехали, получается, они меня ожидали, как бы, видеть такой же, какая я была Я поняла, насколько я изменилась Я уже совсем другая И помню, моя свадьба была такой эмоциональной, можно сказать Аж слезы чуть не текут Во-первых, было грустно, что мой папа не смог приехать Я не знаю, каждый раз, когда рассказываю, я хочу плакать В общем, папа не смог приехать, потому что два, нет, три раза отвинили его самолет Когда он был уже в Алма-Ате Он уже ночевал в отеле Ему три раза отказали в билете Говорили, что билет не существует или что-то такое Короче, проблемы какие-то Он как раз хотел приехать прям в день свадьбы Так получилось из-за его работы Получается, ему пришлось пропустить мою свадьбу Это был, конечно, даже один фейл То, что мне очень, как бы, вроде бы свадьба идет И мне говорят, что папа не сможет приехать Все нервные Там пытаются мне не говорить Потому что я все в подготовках Я помню, я пытаюсь на это не обращать внимания Но в то же время я помню, что я хочу плакать Но потом мне поплакал, мне кажется После того, вообще, когда они уехали Потом я такая думаю, о май гад Папа не был И, конечно, было круто, что моего партишки тоже не было Мой партишка не смог Не смог тоже пролететь Но зато моя мама приехала и мои сестры Мой зять, мои племянники, как я и мечтала И, конечно же, свадьба была, как я и мечтала Возле воды Декорация, все, что я хочу, была, как я и хотела Но одно, но так готовилась Так готовилась, полгода готовилась И ради того, чтобы 4 часа посидеть И толком не насладиться Я даже не покушала толком Я только пила Не, я, наверное, кушала Я просто не чувствовала, что я кушала Потому что я переживала за всех Я переживала за моих родителей Потому что это все-таки разные нации Встречаются с друг с другом Там американцы, там украинцы, русские И тут, получается, мои каргазы И узбеки, да Каргазы И она половина узбечка И, получается, я переживала, как они будут на это смотреть Тем более у нас как Чуть-чуть другой стиль Чем в Кыргызстане И пешкеки обычно там Той-той-той Там представляют отдельные Там встают Как бы молодожены Там в тост, говорят, сидишь Стоишь, слушаешь, слушаешь Потом садишься Вот А мой был чисто так, как я и хотела Чтобы было такое в американском стиле Что Как бы Чтобы было парти Чтоб мы наслаждались как парочка Чтоб мы не служили просто куколками Либо же манекенами А чтоб реально мы тоже наслаждались Мой муж вообще кайфовал Он со своим другом там мешал своей И эти коктейли делал Всем сфотался А этот А я, наверное, была больше как манекен Потому что все хотели со мной сфоткаться Фото и сфото и смотрю Уже два часа прошло с фотками В общем А так Было круто Вот Поговорим теперь о комплексах Комплексы Комплексы, наверное, у каждого человека есть Но я Как бы Я не особо Как бы страдала большими комплексами Но я точно могу сказать Что у меня было как бы Большие изменения в моей жизни Это два раза Первый раз, когда я была в восьмом классе Я жила раньше в Джалабаде В Ашейе в Джалабаде И я тогда была как бы Сам человек лидер Как бы Уже Извели свой круг друзей Я была Я чувствовала себя в своей тарелке Я была Всегда активисткой в школе Была Спикером в школе Да, там у нас был парламент И когда мы в восьмой класс Я хотела уже что-то большее Я хотела на телевидении Я решила Как бы мы Переехали в Пишкек В столицу получается И тогда Я помню У меня было большое изменение в моей жизни Мне уже как бы Того стимула То, что я уверенная То, что я лидер Чуть-чуть подшатнуло Потому что Был такой барьер Маленький Что Даже если я знала Русский язык идеально Или без грамотических ошибок Вообще Я такая идеальная Но Когда начинаешь разговаривать С другими людьми Которые Тараторят на русском Я чуть-чуть начинала Как бы Не то, что комплексоваться А чувствовала себя неуверенно Потому что Я была Опять же Говорю Слишком высокое мнение о них Я думала Они же жили Всю жизнь в столице И они Эти девочки Городские И как бы Я думала Они же круче меня Типа Они же такие крутые Как я буду разговаривать И я очень много Комплексовалась Об этом То, что Из-за того, что Просто Они городские А я Как бы С Джалбадом Либо же Ну такое Хотя Я сейчас Как я вам говорю Я изменилась В этом плане Оказывается Без разницы Откуда ты Без разницы На каком ты языке говоришь Самое главное Знать Какая у тебя личность Кто ты такой И Просто мне кажется Это очень важно Потому что Мы всегда Оказывается Первое время Встречаем людей По одежке Как говорится Конечно Провожаем по уму Но Многие Не провожают по уму Они Они знакомятся По одежке По любому Потом Такого же Мне не остаются И не пытаются Узнать о человеке Побольше Но Лично я Так думаю И у меня Получается Были такие комплексы Что я Я Та девушка Которая была Всегда лидером В школе И Которая была Активисткой В этой школе Себя обратно Это когда я Стала ходить На танцы И Потому что танцы Это было всегда Моим Тем самым То что Которое Приводило меня В порядок Я Стала искать Танцевальные Как бы Студии Я нашла Модерн балет Алексея Филатова Когда у него Был кастинг На его группу Я думала Мы будем Основной командой Которая будет Под танцовкой Для певцов И он Хотел Такую группу Создать Получается Я была на кастинге И Когда я танцевала И Тогда Алексей И я помню Аль Камиль Тогда был Они сидели Смотрели Выбирали людей Получается На основной состав Тогда После кастинга Алексей мне подошел Лично И сказал Что Ты У тебя Реально есть талант И Я вижу в тебе Искорку Которую Можешь зажать Любой танцпол И я вижу тебя В основном составе И он решил сам Подойти И сказать мне это Я тогда Я не знаю Уверенность Которую я потеряла Давно Уверенность Которую я потеряла Давно Мне кажется Вернулась Алексей Мне вернул Потому что Алексей для меня До сих пор Является Одним из тех людей Который Я уважаю Потому что Он очень умный Он очень мудрый И он знает Свои дела Как говорится Когда он мне Тот человек Который я реально уважаю Сказал мне Я Это было просто Хилый Это меня вернуло В жизнь Я начала Чувствовать себя Более уверенной Потом я начала Ходить на танцы Появились друзья Уже Я начинаю себя чувствовать Уже Свои тарелки Я уже уверенная Тааджам Уже начинает возвращаться И тогда Алексей У меня У нас уже были Такие хорошие Дружеские Доверенные отношения Что он решил Меня сделать Администратором Я стала администратором Танцевальной студии Как бы Было круто В общем Я тогда реально Вернулась Можно сказать Вернулась В жизнь И вот тогда Мой комплекс Исчез полностью Потому что Алексей Не критиковал Мой русский Он как бы Давал мне шанс Выговаривать Все говорить И я тогда Без ошибки Разговаривала Потому что Я знала Что этот человек Не критикует меня И я уверенно Говорила по-русски И без ошибок И не запинаясь То что О боже Что я сказала Что он подумает Нет Я уже так нормально Разговаривала Я поняла Что этот комплекс Чисто вызывали Эти люди О которых я думала Что они будут Меня критиковать Я думала Что Они наверное Думают То что Я сначала Бады Они наверное Так думают Так Всякое такое Всякое такое Вот Когда Алексей Дал мне шанс Показать Полностью себя Какая есть И Оценил это Моя личность Типа Кто ты Какая ты И Вот тогда Я уже не стала Комплексоваться Я уже уверенно Говорила по-русски Я даже представляла Его студию Полностью Ходила на такие Всякие встречи с ним Разговаривала по-русски Профессионально Вот Профессионально Как может быть профессионально Ну вот И Мой комплекс так и исчез А Что потом было А следующие комплексы Наверное появились Следующие Как бы Изменения в жизни моей Когда я переехала сюда В Америку Эти комплексы Были то Что я Опять же Не умею говорить По-английски Толком Я стеснялась Говорить по-английски И я боялась Но Это было не настолько Трудно Но я Так хотела Говорить с ними Так хотела Так Пошутить с ними Потому что я такой человек Показать себя Но этот барьер Языковой Просто Меня не давал Шанс Поговорить Пошутить Я так хочу С вами поговорить Люди Но я не могу Я не могу Вот Первый год у меня Был такой этот Что я Закрылась То что я не могу Говорить по-английски А сейчас Этот комплекс Немножко исчезает Комплекс Моих языковых Барьеров Как бы Этот комплекс Уже пропал А я Это наверное Тоже моя Сифора Вернула Обрат даже Меня Сифора Is the best Сифора Самый лучший Сифори Дают тебе шанс Показать Тебя такую Какая есть И они Тебя не критикуют О У тебя У тебя Английский ужасный Или вы же О Ты азиатка У тебя Английский ужасный И они так не говорят Они всегда Такие Да-да-да Я тебя понимаю Что ты хотела Ты хотела Что ты сказать Да Они наоборот Тебе помогают Они тебе Даже напишут Тебе Что ты выучила И они Становятся Своими лучшими Друзьями Вот Сифора Меня Вернула И мой языковой Барьер Уже чуть пропал Божий комплекс Чуть Основных комплексах Которые были В моей жизни А если так взять Комплексы Насчет внешности Это уже отдельная тема У меня в комплексе Всегда был То, что О В пятом классе У меня был комплекс То, что у меня зубы кривые Я носила брекеты Носила брекеты Носила какие-то Вот такие шлемы Которые подтягивали О, я была вот такой Раньше Вот У меня потом Одевали шлем Чтобы я ночью Вот так спала И как-то вернули Немножечко Привкус Прикус Да, прикус В общем Меня вернули в порядок Я обратно нормальная Зубы немножко Привели в порядок Потому что у меня зубы Раньше были Клыки вот такие Страшные У меня даже есть фотка Вот У меня такой был комплекс В пятом классе Но ее Убрали Обратно прошла в себя У меня были комплексы Что я Низкого роста У вас было такое? Было Я всегда была Низкого роста Я никогда не выглядела Как модель Меня это злило Я помню Когда мы были Под танцовкой Алдавай Когда они проезжали Бешкек Все говорили Кто? Кто под танцовкой Алдавай? Там такие модели Ходят А мы такие Маленькие девочки Мы! Не знаю Это был мой Мини-комплекс О котором я Чуть-чуть иногда Переживала Но это Кабулками Можно было Как-то убрать Вот Тем более Это тогда и маленькая Была Реально Какие каблуки Вот Ну что ж, ребята На этом все Я знаю Была только одна тема Вроде пошло И поехало Уже несколько тем Сори Я как начну говорить У меня начинается Вот это вот Начинаю много говорить Вот Если вам понравился Такой влог-ток Обязательно прокомментируйте Скажите На какие-то Еще может Темы Ходить Поговорить Я бы Я сразу с вами поговорю Потому что я люблю говорить Если у вас есть Определенная тема Про которую Не знаю Хотите узнать Мое мнение Не знаю Напишите Я обязательно сделаю видео Для меня это очень важно Вот Увидимся На следующем Таком видео Пока-пока На работу Паааа